Друзья, всем привет! Давайте сегодня рассмотрим такую ситуацию, почему автомобиль глохнет при нажатии на педаль тормоза. А также одна из возможных причин плавания оборотов и при чем здесь вакуумный усилитель тормозов. Начнем с того, для чего нужен вакуумный усилитель тормозов. Он нужен для того, чтобы нам было легче нажимать на педаль тормоза. В случае автомобиль когда-либо буксировали, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Что на неработающем двигателе нажимать на педаль тормоза так себе удовольствие. Эффективность тормозов при этом намного ниже. Не будем углубляться в подробности, как устроен сам вакуумный усилитель и вообще вся эта система. А попробую в двух словах примерно объяснить, как это работает. К самому вакуумному усилителю подходит обычный шланг или трубка, которая идет от ресивера, то есть от впускного коллектора. В вакуумном усилителе есть специальная резиновая мембрана. И вот благодаря взаимодействию этой мембраны и разрежению из впускного коллектора, вы с легкостью нажимаете на педаль тормоза, и тормоза при этом у вас максимально эффективные. Но со временем материал, из которого сделана сама мембрана, возьмем, допустим, эта резина, может растрескаться, могут появиться маленькие или большие микротрещины. При движении самой мембраны эти трещины могут расширяться, и может появиться подсос воздуха, как большой, так и маленький. Как раз из-за этого подсоса воздуха лишний воздух попадает в цилиндры, и смесь при этом обедняется. И вот если разрыв и повреждения мембраны очень большие, соответственно, подсос воздуха очень большой, смесь очень сильно обедняется, и, естественно, двигатель глохнет. Если у вас при нажатии на педаль тормоза начинают плавать обороты, то это также может говорить о проблемах с вакуумным усилителем тормоза. Но здесь нужно проверять всегда от обратного. Сначала проверяете шланг или трубку, которая идет от впускного коллектора. Если он не дырявый, все в порядке, проверяете обратный клапан. Если он не пропускает, то, скорее всего, вам придется менять вакуумный усилитель. Также неисправность вакуумного усилителя может сопровождаться шипением при нажатии на педаль тормоза. На этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если вам понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Всем добра. Всем пока.